Я слушаю в этом внимательно, что объясняет мне милиционер. В это время Игнать Тихонович машет руками, говорит, быстрее, быстрее, идем. Милиционер мне только начал все это объяснять, карты разложил, показывает, куда. Он кричит, вижу, он уже красный. Вижу прям такое гневное отношение. Иди сюда! Я говорю, как сюда? Я уже начинаю ситуацию менять. Я говорю, я все понял, понял. А он мне продолжает, продолжает объяснять. И тут Игнать Тихонович, и тут милиционер. Я не могу сказать, что, да пошел ты, меня тут наставник зовет. Я как-то сгладил, и уже во все ноги побежал. Игнать Тихонович, оказывается, услышал одну фразу, что милиционер сказал, надо было спрашивать у таксистов. Вместо того, чтобы остановиться и дослушать до конца, что продолжит дальше милиционер, он бросает милиционера, уже договорился с таксистом. Таксист говорит, да без проблем, я вас повезу, поедемте за мной. Но мне в этот момент только начинает милиционер все рассказывать. Как мне поступить, я христианин в этой ситуации? У меня мудрости не хватило. Я дослушал милиционера, все-таки пошел Игнатьевич, все, у меня напряжение. Я снимаю с себя ответственность за навигацию, потому что я понял. Вот вы как будете говорить, куда поедем, туда и поедем. За таксистом так за таксистом, направо так направо. Все, тогда у меня был уже, то есть до этого, понимаете, отношения мы все хотим друг с другом сохранить хорошие. У нас опыт и жизненный есть у каждого, и опыт христианский. Но и всегда хочешь быть хорошеньким. Мы все вот здесь сидим, мы хотим все быть хорошенькими. Но мы хорошенькими быть, легко 2-3 часа быть хорошенькими, потом начинаешь уже ерзать. Что-то тяжеловато стало, надо домой, собрание-то уже продвилось. А если еще 24 часа вот здесь? А если вот эту комнату сжать до машины, до одной? А если 24 часа в сутки умножить еще на 7 дней, а мы ездили 13 дней? Не бойтесь, слово 13, никто считает, не счастливое число. Вот, счастливое число, 13 апостол Матфея. 13 дней в одной коробочке. Вот, естественно возникает. И представьте, надо было молиться Игнатью Тихоновичу сколько. Но вот наступает тот момент, когда уже не можешь быть хорошеньким. Не можешь быть хорошеньким и таиться вот так. То тогда просто говоришь, Игнать Тихонович, я считаю, вот мое мнение, перестаньте давить, перестаньте давить. Сбавьте вот этот, вот вы наставник, вы отец. Понимаете еще какая ситуация сложная? Вот умом понимаешь, человек такой великий, Игнать Тихонович, столько создал. И хочется уважать. Но уважать хочется в интернете тем быть человеком, переписываться, восхищаться, поклоняться, говорить, да, вы такое доброе дело делаете. Но когда вот все спрессовано и тебя, вот ты выжимаешь, уже тяжело. С одной стороны мне стыдно говорить Игнать Тихоновичу что-то грубое, вот лично мне. Но с другой стороны я не могу поступить иначе. И тогда я просто уже, первое у меня слетела эта гайка, когда вот встреча с милиционером была, там вообще настолько было, слетело все, думаю. И потом уже наступает следующий момент. Ну, как-то все это выехали, успокоились, помолились. Наступает следующий этап, мы там уже за Благовещенском, еще не доехали. У нас отказывает, у нас рвется ремень гидроусилителя руля. Ну, шофер знает, руль превращается в каменный. Его вот так надо вращать уже. Водитель Вадим, я ночной водитель, он дневной. Ну, просто брат так сказал, что так удобней. Я, в принципе, ночью меня это уже опыт. Брат так сказал и так сделал. Я говорю, Вадим, давай скажем Игнатьевичу, он говорит, да ты что, сейчас такое начнется, мы тут будем сами эти. Я говорю, хорошо. И вот мы вот так, вот таким макаром доехали до Владивостока, возвратились 3300 километров, 6600 километров вот так назад, и выслушивали, и при этом терпели, и в конце концов мы все друг у друга попросили прощения. То есть, ну, почему это не было сказано? Потому что был страх, что будет обличение, будет все. Ну, ладно, я бы, в принципе, и сказал, потому что я ничего там не вижу. Но, опять же, где ремонтировать? Лёва-то сказал, в чите остановитесь, в чите перетрясете подвеску. Он сказал все правильно. Но ничего этого не было сделано. Ну, по какой, винить Игнатьевичу, винить себя, да никого не будем винить. Просто не остановились, да и всё. Посмотрели, машина нормальная, ну, а гидроусилитель сломался ещё после четы. Если бы, конечно, заранее посмотреть, может быть, увидели эту трещинку, может быть, там заменили. Ну, мы ехали. Вот. В чём был срыв? Почему я сказал, что я брошу? Там ещё одно за другим накапливается, знаете, вот капает, 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 капает. И ты в один момент был. Допустим, бытовой вопрос. Ну, если мы уж говорим глобально, почему всё происходит. Происходило всё из мелочей. Всё складывалось только из мелочей, из таких мелочей, которые мы вообще внимания в обыденной жизни никогда не проявляем. Вот что может быть глобально? Да ничего. Вот элементарно Игнатий Тихонович говорит, включи свет. Включи свет дальний или ближний. Вот он вам сказал это правильно? Ну, конечно, правильно. Любой человек, возмущённый, сытый, покушавший, выспавшийся дома, придя сюда на собрание, скажет, конечно, правильно, Игнатий Тихонович. Включите дальний свет. Ну, я и включаю дальний свет. Но Игнатий Тихонович не согласен, что дальний свет надо включать за несколько секунд. Он ставит условия. Полкорпуса машина проехала встречная, включает дальний свет через полкорпуса. Я его понимаю, почему он говорит. Он хочет сделать из меня профессионала, хочет сделать из меня лучше. Он хочет меня сделать. И я умом понимаю, как апостол говорит, умом, говорит, я понимаю, говорит, а во плоти нахожу на другой закон. Ну, вот ситуация. Я не включил свет. Машина проехала. Я встал в 2 часа ночи. Это было уже, не знаю... Игорь, а ты что, правила не знаешь, как включать? А кому-то правила, подожди. До правил мы еще дойдем. До правил дойдем. Я не включил. Игнатий Тихонович меня обличает. Что почему? Вплоть до того, что я там больной на голову. Даже такие были слова произносить. В одной из поездок так было сказано. Что я тормоз, но с точки зрения как бы христианина, да и по-нормально. Человек старый сказал и нормально. Но неприятно. Неприятно. Можно было так не говорить? Можно. Я считаю, можно, когда надо сохранить отношения. Я не думаю, что Игнатий Тихонович это бы сказал там по-рускому, ну или там Баварину такой бы сказал. Или еще какому-нибудь там Сергей Тепляков приходил. Волосы длинные, одежда такая модно-современная. Никакого пояса, ничего. Он бы мог сказать, ты что творишь? Ты одет, ты как? Не сказал, почему чужой человек, такое не скажешь. Своему можно. И я это принял. Слава Христу. Но когда я приехал уже все, я как сказал. Ну лодку нашу качало, было тяжело. Но все мы приняли как от Господа. Слава Христу. Теперь Игнатий Тихонович, какие претензии? Моя претензия. Можно было не быть жестким очень. Можно понимать, это было климат. Вот этот понимать, вот эту напряженность, он не понимал. И даже элементарно, вот не хочется об этом говорить. И наверное, не знаю, говорите. Просто в туалет, сходи в туалет. Ночь, мы приехали. Я стою еле-еле на ногах. Лопату я вам не дам. Но как лопату вы нам не дадите? Копайте палкой. Что такое грунт и дерн? Кто-нибудь копал дерн? Без лопаты. Это нужно... Можно выкопать. Это... Чтобы сходить в туалет. Чтобы сходить в туалет. Надо выкопать кусочек. Сделал дело, закрыл, гуляй смело. Все. Но дерн, я ничего не могу. Тем более уже ночь. Если ночь, сделал дело, отошел, мне нужна трава. Траву я уже потерял вообще. Наступил в собственное, как говорится, испражнение. Я же об этом не говорю. Тогда я подсветил фонариком, чтобы все это закопать. Тогда начинается обличение. Зачем ты светишь? Нас рассекретят здесь. Но перед этим проехало две или три машины. И у нас уже было в сумерках. Костер горит. Нас никто не рассекретит. Я понимаю, что это он сказал по любви, чтобы меня наставить. Чтобы по-отечески я... Ну, это все по-отечески. Простите, не обижайтесь. Это все по-отечески я принимаю. Но я говорю, что можно было не говорить этого. Или просто дать лопату. Ну, не дали мне лопату первый раз. Я признал это. Ладно. Второй раз тоже такая же ситуация. Но тогда уже накопилось и Улан-Удэ. И еще кое-что накопилось. Мы ехали, я думаю, и дорога наконец-то от Читы до Хабаровска. Я увидел, что хорошая дорога. Я так ожидал вообще. Где грунтовка и пыль столбом, и все закрыто. Потому что до Иркутска были такие участки. Когда я увидел такую гладь, Владимир Владимирович Путин сделал нам. Хотя невысокого качества. Там исполнители были. Но я просто был на седьмом небе, как говорится. Простите за такое, может быть, высокопарное сравнение. Что мы ехали, и я думал, да им. Игнатий говорит, снижаем скорость до 85. Я говорю, почему? Но вы же меня обвечали за то, что я со 100 до 90 вас пугал, сброшу. А теперь 85, причем сейчас-то побыстрее. 6600 километров еще назад. А мы еще не доехали там несколько тысяч километров. Все. Ну и, как говорится, одно к другому. Лопата к лопате у Ланудэ. И тогда я просто понял все. И еще, по-моему, у нас гидроусилитель отказал. Вот это. И тогда меня... И еще плюс усталость вечерняя. И у нас костер как раз в этот день не горел. Потому что какой-то карагач или что там, каменное дерево такое. Его сжигаешь, оно не горит. И тогда я сказал, Игнатий Ильич, если... Я не помню детально слов. Если вы не ослабите вот это давление на меня, я просто сейчас, я уже не выдерживаю. И так у меня все это переполнено. Просто я просто сейчас беру, сажусь на поезд и уезжаю. Вадим, у вас водитель. Я думаю, сводить просто... Или сейчас просто возвращаемся, не доезжая. И я просто скажу, да, сверх сил. Я не могу, значит... Взял на себя задачу, сверх сил. И полез в этот кавкан. Вот. Наступает момент. Наступает момент. Игнатий Ильич, вижу, испугался. Испугался, потому что он человек по-детски, искренний. Вот эта хорошая детскость и искренность в нем вот это есть. Хотя я сказать-то сказал, а сам думаю, а сделаю ли я это? Да не сделаю я этого. Я просто... Возможно, это было как бы в такой, знаете, как... Облаженный Агустин говорит, вот это зло надо было выплеснуть. Возможно, было так. Да, я признаю, что это было так. Но и тут был вопль. Вижу, после этого и лопата у тебя, и отношение изменилось, и... Игорек, и все отлично. То есть отношение изменилось. Но... С другой стороны, я бы сказал, все, я как христианин проиграл, я не вытерпел смирения. Но, понимаете, в чем дело? Обстоятельства были еще не разгаданы, мы еще не знали, что впереди. И мне уже обстоятельств этих хватало для того, чтобы просто... Вот, быть с христианином, себе самом. Вот. После этого у нас, конечно, возникали там еще какие-то по мелочам. Вопросы. И, в конце концов, себе самом... А, ну еще были случаи... То есть первое, я скажу так. Это Игнатий Тихонович может температуру эту менять сам. Сам менять просто по своему желанию. То есть сидит человек, допустим, Вадим. Вадиму были предъявлены справедливые претензии, что он мог по-другому отвечать. Со стороны оно виднее. Допустим, брат Сергей Пупков очень хорошо замечал мое хамство, не замечая своего. То есть он... Вот идти человек в машине, допустим, это единственный человек, который очень плохо себя вел. Но это единственный, который больше всего обличал меня за это же самое. И слава Богу, и что Бог мне дал такого учителя. Иначе бы... Как бы я исправился? Вот в чем дело. Нет, подождите. Климат этот меняется. Климат меняется благодаря Игнатию Тихоновичу. Вот. И я, когда уже, как говорится, слетели у меня все гайки, я сказал, Господи... Игнатий Тихонович, я говорю, жестоко... Он мне, конечно, за все мои слова говорит, тебя ожидает страшное в жизни твоей. Я молюсь, чтобы Бог тебя от этого избавил. Я, как человек верующий, я верую в Бога и во Христа, действительно принял это к сведению. Не просто тогда, там, я не махнул рукой. Я до сих пор чту своего духовного отца и наставника. Вот. Я не махнул рукой, но при этом подумал, начал рассуждать. Я вспомнил почему-то историю с Ионой, пророком. Когда Иона убегал от пророка, а потом обличал, Бог... Неневе должна быть разрушена, Неневе должна быть разрушена. А Неневе взяла да покаялась. Результат. Бог помиловал. А что Иона? Иона начал страдать от этого. Как это так? Я тут проповедовал, я тут учил, а она не разрушена. Жестокосердие пророка. Почему-то я это соединил с Игнатиевичем. Может быть, это неправильно, может быть, это по-сектантски, но тогда я понял. Я говорю, Господи, я считаю, что ты милостиве, чем раб твой Игнатий. Я считаю тебя милостиве, потому что это я сказал не тогда, когда вот сейчас. Меня надо было довести до грани. До грани Бог меня довел. До грани экстремального духовного. Понимаете, даже вот показывают фильмы, когда есть такие фильмы эксперимент, когда садят группу людей в какую-то колбу, и там они живут день, два, три, через месяц, там они уже друг друга ненавидят, там все. Вот мы были в этой колбе. Господь меня довел. Но мы-то христиане. Постоянная молитва и смягчение обстоятельств. Мы не могли пройти без конфликтов. Я говорю, что мы не могли пройти. То есть, живя дома по-разному, используя плоские грехи, мы не могли просто в такой экстремальной поездке пройти без каких-то конфликтов. Если бы мы прошли без конфликтов, это была бы ложь. Мне называют там такого-то брата, это вот брат Смиренный, это такой-то брат Смиренный, я отвечаю, потому что месяц не ездил вместе. Потому Смиренный соскочил там через 4-5 дней, и тебе того-того-того не говорили. Вот. Но я не говорю, что оправдываю себя. Я не оправдываюсь. Это все-таки оправдание в моих словах. И вот я возопил, говорю, Господи, уйми жестокосердие этого раба твоего. И он спасется, он будет с тобой в Царстве Небесном. Но сейчас это жестокосердие. Уйми. И действительно, помогло. Был момент, когда он говорит там что-то. Я замолчал. Я замолчал, как бы, видимо, обиделся. Хотя, может быть, и обиделся. Но я в этот момент молился. Я молился о том, чтобы Бог сделал его более мягким, более милостивым. К людям, к братьям. Это я об этом молился об Игнатихниче, чтобы его Бог сделал милостивым. И действительно, он становился милостивым. Я не знаю, что в этот момент происходило в Игнатихниче, но важно, что мне становилось легче ехать. Я знал, что да, дальше будет легче. И потом мне спросили, а какая самая великая польза от этой поездки? Я отвечаю, я научился лично молиться Богу. Вернее, я бы, я, может быть, и молился когда-то на первых этапах своего верования. Но здесь, в такой обстановке, без молитвы невозможно. Я начал молиться и начал получать утешение. Я уже не смотрел, что, а что скажет там Игнатий Тихонович? А он хорошо скажет, плохо. Тут уже мы жили все в экстриме. Аскеза плоти была у всех почти одинаковая. Ну, для возраста Игнатия Тихоновича пожестче, конечно, было. Но мы спали во сколько? Ложились, допустим, в 10, вставали в 2 часа ночи, 4 часа. А потом попробуй в машине усни. Ну, даже если ты добираешь свои часы, я боялся, что я не смогу уснуть в машине. Ну, Бог мне дал сна, что я отключался. Я не знаю, как Вадим вообще ехал, вот мне даже не совсем понятно. Он что, ложились мы в одно время, потом вставали в 2, и он вроде бы начинал добирать часы. Добирать часы. Но как мы общались друг с другом, возможно было и не уснуть в этой обстановке. Он говорит, а я даже и не спал. Но я думаю, иногда он и спал, не до конца. Потому что спать надо было, он бы не доехал. Бог ему давал сна, я в это верю, потому что я сам отрубался так, как будто я даже просыпался, я забывал, что я в машине. Такие сны были явные, что я проснусь, и я не пойму, где я. То есть до глубины доходило. И это тоже плюс нашей поездки. Плюс еще, вот первая, самая главная претензия, чтобы Игнат Тихонович видел человека. И умел вот этот рычажок повернуть. Иногда, когда видишь, что человек уже все дошел до точки. Ну не давить до конца, не додавливать. Правильно все, правильные слова были сказаны, но не додавливать. Потому что наступит момент, когда вот я посмотрел фильм про Блаженного Августина. Вот, не так, прям не так давно. Моника, его мать. Прям замечательный фильм, всем рекомендую посмотреть. Как название? Блаженный Августин, я не знаю, вот название двухсерийный какой-то итальянский фильм новый. Вот. Его отец пошел на блуд в открытую. Сын восстал, говорит, ты идешь не в кабак, ты идешь к своей, там, это, мать сказала. Помолчи, слова тут уже ничего не помогут. Уже не помогут, ну зачем ты нарываешься? Ну, я и так знаю. Поэтому я просил, чтобы Игнат Тихонович видел, что человек, если уж, ну не может дальше, до конца его не додавливать. Это первое. Второе. Профессионализм и вождение. Игнат Тихонович вмешивался в те вещи, которые не понимал. Например, впереди идет машина. Нельзя включать дальний свет, потому что водителя можно ослепить в зеркала заднего вида. Включай. Я не включаю, Вадим не включает. Вы сговорились, да, мы сговорились. Меня отец, мой родной, по плоти, долбил и учил этому. Ну, тут и понятно. Потом, когда все это закончилось, я подошел к Николаю, и говорю, Николай, такая ситуация, может быть, в каком-то случае можно было включать свет. Он говорит, да ты что? Они бы остановились, дальнобойщики, вышли бы с монтировками и побили твою машину. Дорога дальняя, 2500 километров, тайга, где нет ни жилья, ни селей, не поется в песне. А там и 2000 километров, 5500. Включай. Я не включаю. Нет, я включаю вдалеке, там мы, ну, опять же, вымеряли расстояние, но когда ты подъехал вплотную, нельзя включать. Это грех водительский. А в правилах этого не написано. Я, к сожалению, не помню, написано это в правилах или нет. Написано, да, уже. Нельзя этого включать. Вот, на этой почве у нас были конфликты по световому. Почему никогда вообще не было? Я даже не думал, что вообще возникнет трудность у нас. Никогда мы не ездили ночью. Ну, чуть-чуть вечером и чуть-чуть рано утром. Там были со светом что-то у нас. А тут ночь. Тут основная моя езда была ночью. Естественно, что вот такая тема возникла. И постоянно об этом разговор шел. Включай свет. И почему? Говорит, это я заботюсь о вашей безопасности. Да какая тут безопасность? Если я вижу впереди идущий автомобиль, я выключил, поставил ближний свет, я не буду включать. Мне и так видно. Мне плохо видно, Игнатих, допустим, говорит. Но веду я. Веду я, и я вижу прекрасно эту машину. И вижу дистанцию. Ты плохо днем видишь дистанцию. А что говорить о ночи? Допустим, мой аргумент. Ну, тоже верно. Ничего не скажешь. Но все равно нельзя включать дальний свет. Вот. Вот это было о дальнем свете. И лопата с дерьмом. Все, в общем-то, две категории, по которым была эта. Ну, а все остальное одно и то же. Все, я закончил. Вадим, что ты скажешь? Все. Игорь правильно сказал, что... Погромче только, чтобы. Игорь правильно сказал, что с вашей стороны давление, потому что каждый, который как бы учился, человек даже на вождении, и когда инструктор сидит рядом, и все равно это... Ну, чувствуешь, когда учишься, и давление инструктора, это получается очень плохо. Даже опытный человек, и когда на него сидит какое-то давление, все равно это уже как бы, ну... Экстрим. Экстрим уже, да, действительно, это экстрим. Просто нельзя в дороге, нельзя, особенно в дальней дороге, какие-то давления производить на человека. Все равно у каждого человека своя психика, как говорится. И поэтому надо как-то находить общий язык, и как бы не, когда человек, допустим, за рулем, или просто хоть даже остановиться, тогда уже можно говорить об этом. А когда за рулем, об этом вообще нельзя ничего делать. Это очень тяжело. Даже когда вы с этим с дальним светом, вы спорили, вы успоряли. Но давайте откроем правила, в правилах написано, все это написано. Нельзя ослеплять. Меня лично самого ослепляли несколько раз на трассе. И я просто резко тормозил, потому что мне это было, у меня глаза ослепли. Через зеркало бокового вида, хотя у меня будка. Просто через зеркало меня ослепляли. Вы этому не верили. Вам же тут же объясняешь, вы Игоря не слушали, меня не слушали. Вы этому не верите. Вам надо было, вот машина обогнала, вам надо сразу включить свет. Ну просто на будущее, чтобы не было на людей давления. Все. У вас это есть. Что просто очень тяжело ехать. А так, ну, Игорь говорит, дорогу я боялся. Я как бы, мне было это приятно съездить, я дороги не боялся. Потому что я уже по Казахстану помотался. Казахстан это не Россия. Там намного все сложнее. Там и дороги хуже, и все. И я ездил, и спал. И просто я вам боялся еще предложить сразу, чтобы ночевать на заправках. Которые потом мы стали, в конце концов, что уже начали ночевать на заправках. Это был самый хороший вариант. При свете у них есть видеокамера на каждой заправке. То есть, как бы, это можно. То есть, не в лесу это где-то там прятаться. Все, ну, и на будущее, что если где-то вы едете на заправках, ночуете, чтобы у вас был, ну, как он, типа, ну, это, заготовить, чтобы можно чай было подогреть этот. Примус, примус, примус. Примус. Ну, в последней дороге его не было. То есть, мы его, мы его не было. Мы ночевали на заправках в последние моменты. Мы не могли просто-напросто согреть чай. Мы ходили в кафе и просили, чтобы нам насогрели чай. Вот уже была мелочь. А куда делись? Ну, не взяли с собой его и все. Ну, а так, паси Христос, все, что вы говорили, конечно, я много принял для себя. Еще что, чтобы потом не забыть. Ну, как бы Игорь все сказал, что... Так, Николая жалко нету. Тут Витя нету, кто ездит. Там и туалет есть, да? Все остальное. В Севастопаде и его с Людмилом Степановым. Людмилом Степановым на что-то поехали, а не по другу. Не ехал бы. Да, они с Покодами. То есть, как бы все можно. Ну, все, ладно тогда. Значит, шоферов остальных нету, кто у нас были. Андрей Устинов в Потеряевке, Витя в Потеряевке. Николай не пришел, Севастян уехал. Вы видите, в машине. Теперь я хотел вас спросить. Скажите, а для чего я это сделал, чтобы вот о них говорили? Это никто бы не знал, не говорили. Для чего я сказал подготовиться, ничего не забыть, все сказать, все, что против иметь им. Мне это нужно. Для чего я это сказал? Для чего я добивался, чтобы они тщательно подготовились, высказали все претензии ко мне? Для чего я это сделал? Для того, чтобы в следующей поездке сделать выводы и исправить ошибки. Так, еще для чего? Для покаяния, конечно. Ну, Игнат Ильич, ну вы же диктатор, вам зачем это нужно-то? Вы же диктатор. Да. Вы диктатор? Да. Ну тогда вам зачем это нужно? А если вы не диктатор, а староста общины, то вам это обязательно нужно. Вы же верующий человек. Спасибо. Вы знаете, что были серьезные обстоятельства. Вы нам уже про это говорите третью неделю, сколько я здесь. Да. Поэтому пора уж начать обсуждение. Я вижу, как некоторые сидели, слушали, вот Лидия Павловна и головой крутила, ай-яй-яй-яй-яй. То есть он полностью мой имидж разрушил, Игорь сказал. Но вы не забывайте, Иоанн Златоуст говорит, если судятся двое, а судятся двое, и хотя бы один потопил, говорит, в противоположную сторону, судья должен быть беспристрастен. И выслушать в другую сторону. Вы должны быть беспристрастны. Раньше времени головой не качать, не осуждать. А когда я маленькие, упущенные ими детали скажу, вы увидите, чтобы все по-другому выглядело. Все по-другому. И очень даже просто. Он начал с лопаты. Я поясняю. Когда мы уезжали, вот здесь вот разговор был и везде, распределим наши обязанности. Кто чем занимается и за что отвечает. А на щеках? Никто ни за чего не отвечает. Конкретно шофер отвечает за машину и приходит, я сразу говорю, занимаешься машиной. Первым делом. Я взял на себя то, что мне свойственно. Делаю печку, заранее сваренная решетка. Подготавливаю ее. А утром моя задача, или вечером зарыть это, дальше взялась на себя, то, что я сразу чищу картошку, дальше разжигаю костер. Это моя задача, моя. Приготавливаю туалет, показываю где такое, чтобы недалеко было и скрытно. А утром заваливать буду, я сказал, Сергей Пупков. А лопата у меня, весь инструмент, специально тряпочкой перематываю, специального чехла нет. Когда мы туда приехали первый раз, допустим, первый раз, я сказал, ребята, тактика наша меняется. В первую очередь мы договорились. Абсолютное, полное, беспрекословное подчинение старшему. Старшему меня признаете? Ну да. Поэтому на обсуждение выносим. И если это уже принято, все. Никаких изменений. Я знаю, что мы вернулись живые и здоровые. Самое главное. Задача была выполнена. Это понял лучше всех Михаил Кальмаев из Тимирта. Он ко мне подходил, ну не знаю, раз пять подходила тайно. Как я удивляюсь, как у вас время спрессовано, сколько мы успели? Мы успели сделать в три раза больше. Они теряют время. Вон Игорь не говорит, он говорил, что мы выйдем, Вадим уже стоит около машины, я стою, ехать надо, Игорь в машине. Игорь, да ты проснулся? Проснулся, сидит. Проходит пять минут, опять я уже собаку выгулил, все, захожу, а он сзади в багажном отделе был. Сидит, один носок надел. Проходит время, второй. Да что ж такое, уже десять минут, пятнадцать минут и ты одеваешься. Ну куда ты ходишь, я уже с собакой садил в один, конец, в другой, он все одевается. Да разве мужчина может так одеваться? Это значит в армии не служил, в монастыре не жил, тюрьма тебя не мучила. В армии, вы знаете, когда тревога дается? Сколько? Сорок пять секунд. Я должен одеться, автомат выхватить и уже быть там. Речь идет о секундах. Здесь речь идет о десятке минут. Я раз, другой я вижу тогда, не то что я его согласился, он говорит, вот ты видишь, он смирился, я вижу бесполезно абсолютно. Поэтому я махнул рукой и отошел, хоть полдня будем сидеть. Он не может одеться, ему нянька нужна, носки надевать. Начинает раздеваться до исподнего. Какое раздевать, когда мы вышли здесь? Ну солдаты, которые в Чечне воюют, что они каждый день белье нижнее там просушивают. А здесь на кусты развешивают, полдня сушить надо. Вернемся домой? Сделаем. Я сказал, теперь лопату как-то приезжаем, я сразу печку рою и вот лопата. Быстренько, ребята, сходите в туалет. Я лопату завязываю, потому что мы в два часа ночи уходим. А когда останавливаемся, сзади спятили, лес, трава, там не найдешь ничего. И светить-то где чего найдешь-то. Поэтому я с вечера лопату, как только я лопату связал, поставить меня, чтобы я отвечаю за лопату. В это время Игорь на двор. Игорь, ты что, заднее место мне распорядишься. Ну все сходили, один ты остаешься. Ночью идти, зачем тебе ночью-то сейчас идти-то? Ну ты мог пораньше пойти, нет, у него точно не минуты. Я говорю, когда в СИЗО выводят, утром на правку тебе дается две минуты. И тут две минуты не будет. Дальше головой в парашу пойдешь. Ну маленько, ну учись с тобой руководить. Он говорит, там где нельзя сучку, там где такой дерн, когда в лесу бывает, там листья, все что угодно. Раз ты уже вышел из графика, я лопату связал положить, ты мне заново заставляешь в темноте ее распутывать, для одного тебя, что ты не хочешь вором расходить в туалет. Он не хочет, он под себя ломает весь график. Так, сейчас я никого не прерывал. Заметьте, я никого не прерывал. Я видел, что говорят не в полноте, я поэтому поясняю. Вот для чего, посмотреть на какой стадии они остановились. Никто не назвал эту причину, для чего я это сделал, выявить. И он говорит костер, тебе не надо о костре говорить. Вы знаете, что человек, который светит в темноте, его видит не на два метра, а на сотни метров. А мы, это было под Иркутском, только что там авария была, там милиция рядом, нам нигде не надо попадаться. Мы свернули, раз, неудачно, другой раз, дальше там топ начинается, мы снова выбираемся, ну, другие там случаи какие. Наконец находим место никуда, прямо рядом с этим матрошком. Он уходит туда один, для того, чтобы ямку приготовить, а там, ну, в лесу, там столько травы и листьев где-то, любым сучком можно завалить. Начинает светить, дальше не только он не говорит, что он идет дорогой, еще продолжает светить. Я сказал, фонариком не светите, даже телефон, когда говорит, ты где-то закрой все, чтобы тебя не видно. А Сергею делал замещание. То есть у вас осторожности никакой. Почему один чещенец вас таких 10-10 положит? Ты знаешь, в войну было светозатемнение. С какой целью? И если человек не подчинился, не закрывает, что с ним будет? Вы себя маленько примеряйте к другой обстановке. Все сходили. Один, он не может сходить. И он жмет на своем. Я буду ходить в темноте и буду сметить. Я должен переломить обстановку. Ходить будешь вместе со всеми, лопату я не буду утро держать. Утром я не могу. А у меня даже картонка, сверху материя, а потом целопалываю до мешка, я должен идти веревочка, где лежит. Я делаю это засветло. Я отвечаю за инструмент. Тебе он не нужен. Ходи так. Не свети. Ой, это экстремальная обстановка. Представьте, для человека в 30-летнем возрасте экстремальная обстановка, вовремя со всеми сходить. Они об этом не говорят дальше. Почему? Изнеженность. В этой обстановке вы себя и выявили. К обстановке надо прилагать. Я сказал. Выполняйте. Чтобы нас никто не видел. Я отвечаю за безопасность. Где поставить машину, где ночью, чтобы к нам никто не подошел. Где собака будет, где ее мне привязать, чтобы ночью на нас нападение будет. Машины не ударили, не подавили. У вас вопросов никогда не возникало. Дальше относительно движения. Я не слышал даже, что Вадим говорил. Ну, примерно догадываюсь, раз это он говорил. Наше движение, главный пункт, сводился к безопасности. Встречная машина, если светит, не надо за 2 километра выключать свет. Тем более, когда перепадки, вот так вот идет, уже выключают. Дальше едем, а который ближний свет, ничего не видать совсем. А я вижу, ничего ты не видишь. Ты не видишь, ты сейчас обманываешь меня. И как? А скорость 100 километров. Зимой-то. И в это время он все видит, асфальт кончился, и начальство ухаба, машина чуть не развалилась. Наша представь, вот такими колдобоинами, как начала. Ну, ты же видишь. Сразу заглох, он не видит, он думал, что видит. А машины, которые встречу, ее даже нигде нет, она на дата сверла. Ты метров за 30, за 200, выключай. Переходи на ближний свет. Тут учить не надо. Тут так понятно. Безопасность, это первее всего. Это впереди. Теперь, если встречная машина прошла, Игорь говорит. Вот я сижу и думаю, сегодня я не буду делать замещания. Он на ближний взял, машина ушла. Ни одной машины нету. Едет с ближним светом. А ближний свет, это 50 метров. Ну, я сижу, вижу, едем уже километров. Игорь, а почему не включаешь? Как мне какую-то услугу делать. Включил дальний. Следующая машина прошла, выключил, не включает опять. Я тогда сказал, определенно, машина проходит полкорпуса, скрылся, выключай сразу. У меня ни разу с Севастьяным не было, сказал, сразу он принял, все. А с Андреем Устином ни разу нигде не было. Это с вами только вот было. Ни разу. Конечно, мы ночами столько не ездили. Это правильно. Теперь, относительно скорости, когда мы ехали на эту дорогу, то эта дорога сделанная была в страшной спешке. Ну, как всегда, штурмуем Берлин, а что 450 тысяч в последний день войны положим, это не касается. И в это время, а дорога так там идет, потопим, она проваливается, и вот такими вот вот идет. Абсолютно. Она машину бросает кверху вот так, ну, как сказать, большие лежащие полицейские, один за другим, их может 10 быть-то. Сегодня они туда гонят, машины асфальта гонят, и гонят, и гонят. Там ехать нельзя. Даже на обыкновенной земляной дороге ехать можно быстрее. Нельзя. А еще скорость. Проходит день. За средства-то отвечаю я. Сбора денег, где один раз сделали, и все. Мы поехали, 28 тысяч в кармане. Денег-то нет. Ну, я достал денег. Договорился так. Человек, если где-то надо, там какая-то карта, и в тот город пришлют. Спонсор нашел. Это я все на себя беру. Я им отдаю в руки 11 тысяч. День прошел, денег нет. Как? На один день 11 тысяч? Вы, ребята, что-то не то делаете. А ну-ка, дайте отчет. Я должен спрашивать отчет или нет? Начинает подсчитывать. Число не сходится. Где деньги? А считает Вадим, у него математика нормально работает. Денег нет. А я, мне там не дали, а то как-то не дали. Ты с любым шофером поговори. Шофер отвечает под квиткам. Если нет, еще вот платить из кармана будет. Так что меня вором называете? Вы меня в воровстве? Я сейчас сяду и уеду. Еще такой гонор проявляется. Я сейчас сказал, не ладно? Деньги я тебе дал, и в них отчет ты покупал. Ты покупал. Дайте мне отчет. Запишите. Деньги не сходятся. Ребята, давайте посмотрим. Остановитесь тогда машину. Нам не доехать. А не доехать, значит, поворачиваем назад. Моя задача доехать и вернуться. У них этой задачи нет. О, вы готовы были соскочить и уйти. Да какие же это попутчики-то? Попутчики дома, когда жена... Юбка, говорит, жены рядом. А там этого нет. Ребята, наша задача доехать. Давайте пересчитаем. Почему так много ставил уходить горючего? Да, там дороже. Там дороже. Но не настолько дороже, не в 10 раз. Дальше. По горам поднимаемся. Ну, мы и под горы скатываемся. Я начал полный отсчет по цифрам. Ну, что не сходится. Вадим подсчитал. Ну, нигде нет. Устали там говорить. Дают пяток на другую цену. А зачем, может, ты брал-то такое-то? Я же ничего не знаю. Я вам деньги просто даю. И я обязан попросить отсчет. Что я тут сказал? Они про это нигде не говорят. Я теперь открываю... Так, обсуждение потом. Значит, вас трогает это больше, чем то, что он говорил. При нем вы молчали. Что получается дальше? Я открываю, которая книжечка дается с машины. При скорости 60 километров... 15 литров. Запоминай. При скорости 80... 17 литров. Легко понять, что следующие 20 километров 2 литра жирают. Дополнительные к этому. А они гонят 100 и заваливают все время за 100. Гляжу, за 100 заваливают. Ребята, давайте остановимся на скорости. Нам нужно ехать. Тем более на этой дороге машина наша подбрасывает. Ах, это у нас такой груз. У нее большой опрокидывающий момент. Я на каждом повороте. Не сбавляет нисколько скорости. Вадим, ну сбавь. Вадим, в течение дня не меньше 50 раз говорю. На поворотах с той же скоростью гонят. А там никто не вытаскивать не будет, ничего нет. Машина, газель везде пишет, там опрокинулась, там. У нас груз, превышающий разумные размеры. Мы груз гоним в ту сторону. Мы почти с полным грузом дошли туда. До конца. И на каждом повороте уже к повороту подъезжаем 100 метров. Вадим, сбавь скорость. Вадим, сбавь скорость. Игорь, сбавляй скорость. Ну на повороте машину прямо так клонят. Вы понимаете с нами? Нам не вернуться и ничего, и мы не вернемся-то. Я должен был молчать. Ты пожалел, а я не пожалел. Такие соратники у меня явились, с которыми трюльтрова я брошу и уеду. Из-за того, что вы вовремя лопату для задницы не дали. Я давал, ты не пошел. Ты вымерил минуты. Определись раз, один раз в день ходим. Пришли на двухразовое питание. Дорога ничего дополнительного. Успокойся. Успокойся. Ты не была там, ты сидела дома, спала. Раньше времени не крути головой. Это осуждение, знак осуждения. Теперь, относительно освещения. А что Игорь пролетел тогда вот это, на 100 километрах, и ничего впереди не видно, и вот так, ой, а как оно оказалось здесь? И все на этом. Ты закончил разговор? Теперь надо смотреть все ли гайки, ничего не сорвало. А она колотит, бьет ее. Куда-то там шагом надо идти. Как в Сковородине мы были, там 2 километра в час можно ехать только, не больше. Теперь относительно освещения, которое машина нас обгоняет. Она освещает в зеркалах, сзади нас идет, не освещает. Я говорю, скажите, вы знаете хоть одного человека, шоферов, которых оштрафовали бы, оштрафов миллиону в стране, за то, что он сзади ехал и светил, и за то, что сзади дальний свет и впереди. Одного назовите меня. Нигде не было. Ты о его безопасности заботишься. Едешь на малом, а наша безопасность себе не касается. В первую очередь, он нас обгоняет, и перед нами дальше нет. Ну раз он сильно обгоняет, то пускай идет, мы идем с стабильной скоростью. Почему он доехал, теперь тебе надо, чтобы не светить ему, я тогда даю шанс, останавливай машину. Пусть она уйдет на километр, мы за ней пойдем. Других машин-то нету. Ты вплотную к ней идешь, едешь на коротком свете. Я должен об этом думать или нет? Или его обгоняй. Если впереди машина идет, КАМАЗ, и там клуб и дыма, я говорю два варианта. Один, ты его обгоняй, или отпусти на километр. Что тут непонятно, зачем нам этой гарью, вся машина в гаре останавливается. Они об этом не думают. Такое шаблонное мышление. Да я вот освещаю его зеркала, да у меня же зеркала, может, и не работают. Ты о его безопасности не забудься. Едем на дальнем свете, отстань от него, отстань. Чтобы нам было видно нашу дорогу. У нас дорога, во-первых, неизвестная. Дорога с большими перепадами, с поворотами. И включает на расстоянии километра два. Не раз было даже так, машина нигде не встретилась. А кому ты короткий свет-то давал? А когда дальний, все эти ограждения, они красные, белые, там все это видать прекрасно где-то. Это немалое дело. Это дома кажется нам, а бы как. Моя главная задача была безопасность. И в этой безопасности, я видел, мы начинаем песок сыпать. И это не раз, не два. Вот маленький пример. Игорь говорит, я что-то устал так. Я спрашиваю, Игорь, как нормально? А это для них семечки кедровых орешек купили, чтобы он жевал, чтобы сон не подходил. Сон достаточно одной секунды, чтобы мы были уже в другом месте. Как с Сергеем Пупковым было. Мы едва, едва не погибли на краю, на расстоянии колеса остались живые. Игорь выйдет, я вокруг машины обойду. Ну ладно. Вадим как там спал, не спал. На одном боку не лежал бы он еще шесть часов дополнительно, после тех четырех часов. Он спал. Спал, спал крепко. Хорошо высыпался. Но вот он выходит, и я ему говорю, погода на улице холодная, ну, луна. Ты вокруг машины облигий, пошевели так. Вижу, шофера останавливаются, тоже бегают. Сон разогнать-то холодно-то. Ни слова не говоря. Как сфинкс садится. Ни слова. Как будто я ничего не... Так, подожди, не трогайся. Я сказал, вокруг машины три раза облигий, сон разгони. Ты же... Тебе Игорь передает руль. Игорь отработал свою смену. Ни слова не говорит. То есть он в упор не видит. Так как же с тобой жить можно? Так, Вадим, не с места. Я вылажу из кабины и побежал три раза вокруг. Я слово сказал, должен выполнить. Я бегу руками в присадку и зашел. Видите как, можно? Ни слова не говоря. Сидит, жует и жует. Что жует, не знаю. Но нам надо ехать. Дальше я говорю, Вадим, ты знаешь, есть такой вот... Был прокаженный неиман, и как он приходил, ему было сказано, не звук. А я тебя спрашиваю, ты это считал? Не слышит. А я сижу рядом, перед сидением. То есть в упор не видит. Ну тогда я тебе расскажу. Я уже понял. Что этот человек, ему было сказано семь раз купнуться в воде, погрузить себе ордан. Ну представь его положение, когда первый раз, и шестой раз, ну ничего не меняется там. Ну тебе трудно ли было обойти? Ты не думаешь, что он молчит, у него ничего нет. Он срывается. Столько таким голосом говорит, и неостановимый поток, тогда слов идет. Как будто у него под напряжением, гайки сорвало, и дальше, я уже не рад ничему, я в угол забился, остановись, остановись. Останови машину, в таком положении ты сейчас можешь такое сделать, крутану это рулем, куда нам не вернуться-то. Я вижу, что не то, что я там смирялся, то, что тебе надо это. Я понял, что это смерть всем нам. Абсолютно неуправляемая. На завтра еще что-то начинаю спрашивать. Ну ты это слышишь? Ну, внимание. Я все время спрашиваю, ребята, у вас сколько в баке горючего? А почему? Да потому что доходили до пустоты. Ноль. Пустой бак. Но мы-то иногда в горах идем, если не хватит, там никто дорогой не даст. И я постоянно спрашиваю, сколько? Наконец, второй раз натолкнулись, кончается, 4 литра осталось, и оба раза Игорь прогорел. Тогда приняли решение. А почему не заправлялись? А надо искать там, Севернефтам или что-то. А эти какие-то названия другие там, это плохой бензин. Откуда ты знаешь? Анализы не делали. Тогда приняли решение. Если половина, на любой ближайшей станции мы заправляемся. На любой. Тем более у нас запасные 20 литров, говорят, если разбодяжить можно где-то. Это договорились? Договорились. Еще раз повторяю, мы договорились, и значит мы заправляемся. Я снова спрашиваю, подъезжаем, уже скоро впереди, в заправочной станции. Вадим, сколько у нас горючего? Ну, внимание. Я спрашиваю, снова рядом сижу, представь мое положение. Я спрашиваю, Вадим, сколько в баке горючего? Я же не вижу. Хватит. Понимаете? Едва, едва, губы разлепил. Хватит. Это не презрение. Это не то, что в упор не видит. Я еще раз спрашиваю, сколько бензина? Мне нужно знать, больше или меньше. Вот за правочной подъезжаем. Ни слова не говоря, не тормозит, мимо мщится. Я тогда спрашиваю, почему не остановились? Когда я стоял, что давно уже мы едем. Я не понимаю, но я по расстоянию, у меня хватает понятия, что без бензина нельзя ехать. А впереди будет еще. Подъезжаем вперед, не работает. А дальше впереди неизвестно, сколько будет. Ну и что? Сразу замолкли. Да какой вариант лучше, мой или ваш? Мой вариант доехать. Ваш вариант, разницы нет, настоять на своем. Так это, это не в одном деле. В самом маленьком, где бы еще не было, начинает давить на свое. Ну нам доехать, ребята, надо. Доехать туда, все сделать и обратно вернуться. Ну и как заканчивали? Молитвой. И вот мы находимся в Большом Илую. Выезжать. Я дорогу-то плохо запоминаю, но тут вижу. Вот сюда надо. Витя решает по-другому ехать. Объезжает вокруг. И Витя, я говорю, не туда едем. Так, мы были у кладбища, сейчас вернемся туда опять. Приезжаем тоже самое к кладбище. А это ни худо, ни бедно, ни два километра. Он снова едет. Я говорю, давай вот у этих людей спросим. Ну спросим. Вот люди, это живые люди-то. Они знают, как выехать из этой идеи. Это село. Не знают. Еще раз объехали, опять к кладбищу подъехали. Я говорю, там вылазим из кладбища, пошли на два часа по кладбищу будем ходить, молиться. Ну это безумие просто. Мы катаемся на одном месте. А они не договаривают. Он говорит, улан-удэ, Игорь. Да, улан-удэ, но он не говорит следующее. Когда въезжаем в город, я говорю, ребята, вы помните, где мы заехали? Вадим сразу, у меня отличная память, я все помню. Я понял, ничего нет, ни памяти, ничего нет. Я говорю, моя задача, мы заехали, спросили, где библиотека. Теперь задача, выехать из города, выезжайте той же самой дорогой. Давайте не будем этого, потому что как бы по народу ушло. Вы уже все ушли. Вадим, мы все под ногой вылезаем и все. Я говорю о дороге, спокойно. Я выслушал несправедливость, и однако выслушал. Все у нас справедливость. Какие места справедливости? Теперь я поясняю. Когда мы заезжаем... Вадим, Вадим, вытаскивайся. Молчи. Вадим, это о чем-то говорит? Да говорит, конечно. Но представь, что это мы вам вжатого... Вы извините, вы так же давили на мою психику, что жена со мной не хочет жить, что я такой псих, что жена из-за этого со мной не стала жить. я тебя не герувал. Вот так ты молчишь, молчишь, а потом как сорвался, полдня не могу остановить. Это не то, что он был сейчас. Ты можешь помолчать? Вы говорите. Да молчи. Ну вот это пожалуйста. При людях даже ты не можешь помолчать. Я ни одного слова не сказал. Что доказывает? Теперь в Улан-Вудан заезжаем и я говорю, ребята, посмотрите, как выезжать. Выезжать только той дорогой. Вы представьте мое положение. У меня память на дорогу слабая. Я гляжу, едут не в ту сторону. Я остановлю. Ребята, остановитесь. Даже не останавливаются. То есть они полностью пренебрегают руководство. Я говорю, мы едем не в ту сторону. Ну и мы спросили, там дорога, там где-то какая дорога. Я сказал, фура. Фура, если идет, это длинная. Мы идем правильно. Нужно на эту дорогу выехать фурой. А они у какого-то мужика в колонке начинают спрашивать. Ребята, а я не вылажу. Что он сказал? Сказал, такая дорога. А почему шопера по ней не идут? Я спрашиваю, как совершенно не разбирающийся. Но эта дорога такая же хорошая, но она короче на 70 километров. И шопера едут вокруг 70 километров, гонят тысячи фур. Что-то не то здесь. Выехали дорога, а дорога там из таких плит, и она вот так вот колотит, колотит. Едем сейчас, дальше. Ну, ребята, ну и какой-то конец должен быть. Почему ни одной фуры нет впереди, ни одной машины нету? Ну, остановитесь, кого-то спросите. Вот этот шопер стоит, что-то остановитесь, проезжает мимо, еще едут. 150 километров в один конец гнали. Наконец спросили, а мужики, говорят, совершенно не туда едете. Галина Ивановна, представьте, 150 километров по плохой дороге, мы гоним в другую сторону. Остановились. Что делать? А ничего не делать, ребята. Из машины долой. Они пошли в одну сторону, я пошел в другую. Будем молиться, и все. Я ушел там, там мои слезы остались. Я вижу, что полностью из-под контроля все вышло. Почему? Они с Игорем сразу слепились, и как будто друг друга давно знают. Хотя друг друга на полчаса не потерпят. Это я уже знаю эту тактику. Я знаю, кто это слепляет так. Зачем мы заехали туда, где никто не ездит? Мы иногда заезжали туда, коровий след только шел. По коровьему следу ехали. Здесь выезжать надо. Куда выезжать? Теперь только назад, в Улан-Удэ. Еще 150 наматывайте. 50. У нас все записано. Успокойтесь. Представьте, мы едем назад. Теперь он говорит про милиционера. Представьте, назад проехали. Я говорю, вы заплатите за этот бензин, за потерянное время вам не заплатить. Я отвечаю за это. Да уезжайте в бензин-то не ваш бензин. Деньги не ваши. Теперь приехали туда. Где спрашивать? Я всегда обращаюсь к милиции. А в милиции разные люди. Он открывает там карту, начинает говорить, я сам тут не знаю это. Я подошел, услышал. В это время я решил сам договариваться. Таксист говорит, проще всего так. Я еду туда, маршрутка. И я вас выведу туда. Там тут правда сложно выезжать. Поэтому что я должен делать? Маршрутка же не может стоять. Я кричу ей, и я говорю, пошли сюда. Если бы он послушался, мы бы прямо за ним и сразу выехали. Не тут-то было. У него свой план, милиционер, а по тому плану, что он берет, уже мы не поедем. Мы едва-едва выехали. Им все равно гонять. Возвращается на то место по три раза. На одном месте могут стоять сколько. У нас, понимаете, уже город мы потеряли. А город потеряет для нас иногда день, значит. Приехали мы туда в шесть, библиотека закрыта, главный пункт закрыт. Нам уже делать нечего. Мы экономили так время, что даже от заправки на ходу садиться, когда машина трогается. Но самое главное, что мы доехали, мы вернулись. И когда вот такая была критическая обстановка, ответ был один. Прекращаем ехать, выходим на молитву. Помолились, и сколько будем? Ну, часа два походим по степи, помолимся, маленько охолонемся, и дальше будем рассуждать, как нам дальше ехать. Это вот то, что они говорят. Я сказал там, почему вы мне не сказали, что поехали другой дорогой? Они от меня тайно это делают. Мы договорились, выезжаем той дорогой, к которой приехали. Что непонятно-то? Нам показали, как ехать. Это самая короткая была дорога. Нет. А они без меня начинают камлыжить там, еду другой дорогой, угнали в такую степь, вернуть нельзя. Спрашиваются, а почему это делать? Потому что без совета. Тебе это нигде не позволят играть машиной, людьми, ни в армии, нигде. Моя задача за безопасность людей за время и вернуться. Вот Михаил это, он понял, вот так, что сжатое время у нас нигде ничего не пропадало. Здесь мы потеряли много времени. Но Бог позволил так, что мы, ну, в общей-то сложности вернулись и вовремя. Это нам необходимо, сегодня было узнать. А как будет дальше? Бог усмотрит. Заранее никак нельзя сказать. Но возражения, когда уже решения приняты, не допускаются. У тебя возражения есть о каждом? Говорят, давай, говори, что ты предлагаешь? Как нам бензин сохранить? Никак. Самое простое, это сбавить скорость. Кое-где большие пункты, Николаевский Амуре мы бросили, Комсомольский Амуре мы отрезали, то есть где далеко ехать, мы маршрут стали мешать. Но конечный пункт Владивосток был достигнут. Вот и все. Вы в это положение войдите. Главное было выполнить. Мы его выполнили. Вот для чего я просил подготовить этот материал и сказать, какие были несогласия, как их избежать. Избежать, может быть, не удастся, но думаю, что в таком сильном противлении вряд ли когда это еще будет. Кое-что надо пересмотреть. А жестко, а так другого не бывает. Командир никогда не бывает на поводу подчиненных. Ни в одном месте я имени командовал так, чтобы это было. А ты не шофер? Я не шофер. Я и не курица, но видишь, если разберусь, какой вкус ее. Вот и все. Теперь, говори, что хотел сказать. Мне кажется, Игнатий Иванович, вам надо тоже сдать на права, и вы немножко будете все-таки где-то заменять вас. Реально так, невозможно, 73 года, и глаза не смотрят. Ну, по делу, говорите что-то, сдать права. Почему не реально? Я не могу взять. Так, погромче. 30 тысяч рублей и три месяца, и все. И вы хозяин, и вам не надо вот с этими сплюнтями ездить, понимаете? Так, ты понял, что нужно сделать-то? На права сдать. Да нет, перестань, Николай. Что перестань? Когда после 30 лет человек садится за права и начинает ездить, шанс попасть в аварию у него, кажется, на 50% больше. Посмотрите статистику. В аварию попасть у вас и здесь, и стоят здесь ездить. Нет, Николай, это невозможно. Как невозможно? Можно так, что ты поедешь за шофером, вот тогда сложно. Вот поэтому-то я и не поеду. Что это невозможно. Нет. Что два медведя в одной биологии не живут. Ты здесь только сделал для машины, ремонтировал, а тебе, я говорю, цены нету для нас. Да мне цена... Они бы нас загнали 50 кг еще в этот счет. Игнатик, а можно... Ну вот тут много разошлось. У меня к нашим баранам вернуться. Я хочу вот на вот этой вот, так сказать, волне. У меня предложение такое есть. Хотя, может быть, оно и неправильное, а может быть и правильное. Всю вот эту вашу энергию, которая вот сейчас у вас нацелена на распространение книг, заметьте, не проповедь, а распространение книг, направить на то, чтобы у нас был священник. Мое предложение такое. Мое предложение. Как именно ты предложил? Какое отношение имеет к священнику? Кто? Ну, какое отношение это имеет? Вашу энергию направить туда. И ты сказал. Стоп, стоп, стоп. Я еще не кончил. Я сейчас хочу сказать вот что. Сейчас у нас все брошено на самотек. Батюшка одно письмо отправил, с уведомлением нет. Был ответ, что-то нет. Второе. Неизвестно будет и нет. То есть мы целиком доверились отцу Якиму. И вам. Как-то старшим и более опытным духовно. Будем так говорить. То есть тебя интересует вопрос общины. Как будет дальше? Совершенно в дырочку, как говорят. Да. Вы понимаете? Чтобы не летали, как воробьи. А что ты думаешь, батюшка должен был ответить? Стоп. А я не знаю, что батюшка должен был ответить. Он пастырь. Никто не знает. И Ларьон не знает. Он ведет баранов. Почему это никто не знает? А я знаю. Давай. А я знаю. Собираемся. Сейчас собираем сколько? Ну, к примеру, по 50 тысяч. На троих человек и отправляем к Ларьону. Вот и все. И не уходим от его кольца, пока не рукоположат нам священника. Вот и все. Не знаю, кто будет. Но определенно. Тихон или кто-то другой, нам без разницы. Не будет для России рукополагать. А почему только он-то? А почему Тихона нету, что ли? Мы решили, что мы находимся здесь. Вот мы решили и сидим вот здесь вот и все. Ну а что надо? Вот сейчас вот отец Яким эта пружинка у него сгнила, он раз и приставился. А у вас осталось тоже 3 года. И что? Николай, мы сейчас говорим о почте 6. Относительно... Так у нас путешествий, он куда ждет. Сейчас объясню. По частям. Это у нас неблаговесие. 240 раз минимум я выступал только. Ну и что? Как что? Вот они просто так я по почте прислал книги. Игнать Тихонов. Ты понимаешь, вот они свидетели. И каждый раз я должен обстановку переменить и где выступать. Какие люди, какие вопросы и заходят. Иногда у них там семинары идут, семинары. Это неправильно ты сказал. 240 раз пришлось минимум не выступать. А не просто книги. Это книги, для него книги. Он сидел там в машине, вышел. Я сейчас... Я так говорил о другом. О другом мы не говорим сейчас. А относительно того, что будет дальше, никто не знает. Ни Ларион, никто. Патриархия знает, чтобы нас прихлопнуть, и нас не было. Так а мы-то зачем тут тогда сидеть? Я поэтому сказал, что мы... Слушать байки из склепа, что ли? Мы не боимся этого. Потому что мы признаем благодатность московской патриархии. И поэтому даже батюшке ничего нет, мы ничего не потеряем. То есть потерять потеряем, но не то, что община не станет. Община есть. Наступил пост, мы свободно причастливились. Мы сегодня проводим собрание, то есть батюшки вообще как будто бы нет. Это как Юрий Деточкин. Он не виноват. Но он виноват. Вот и все. Нет, ничего нельзя взять, Николай. Ну что ты будешь делать? Ничего ни один человек сегодня не скажет. Ни Лорен. И в Тихий был, почему и руку положил? А право отняли? Рукополагать. Кто? Как то патриархия? Ну как может человек отнять право Божье? Ну не пойдет это, Николай, я тебе реально не говорю. Ну давай, ты можешь руку полагать. Давай, тебе сегодня дали миллион, поезжай. И Лорен сказал, я этого права не имею, потому что не моя экономическая территория. Все. Мы уже объединились. Едите под патриархи, давайте.